Великолепная восьмерка Великолепная восьмерка Великолепная восьмерка 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 таким специфическим тренером Гулявцевым, который в начале сезона говорил, то есть выйдем в клуб-офф, да, я по брею сна, свое слово сдержал. Это действительно очень веселый и интересный момент. Ну что ж, действительно, про «Спартак» и про «Черепаевскую Северсталь» мы обязательно сегодня поговорим. Ну а сейчас начинаем с самого результативного матча. И тут, конечно же, говорим о игре Салавата Юлаева и хоккейного клуба «Сочи». 11-3, 14 заброшенных шайб. Александр, что это? Ну что, это хоккей Салавата, когда у фимцев в этот день все получалось. Правда, не с самого начала, но видим, что сочинцы открыли счет. Салават Юлаев неудачно предыдущие две домашние игры сыграл у себя дома. И, естественно, этот матч был другой настрой. И команда собралась и просто растоптали сочинцев, начиная уже с самого первого периода. Удалось выиграть борьбу на пятаке. И какие-то моменты буквально затолкали шайбу в ворота Барулина вместе как раз с Константином Барулиным. Сергей, можем ли мы назвать Салават Юлаев самой веселой командой этого чемпионата? Назвать-то их можем и веселыми, и как угодно. Но самое главное, что вот это веселье, которое команда делает в нападении, она не дает результат. И вот этот матч, конечно же, как его можно назвать, черт побери с вратарской точки зрения. Это всегда, когда один шайб влетает в твои ворота, и неважно какие. То есть это, конечно же, перебор. Мы видим Константин Барулин. И больших претензий-то не предъявить, во-первых, шайбам до тех пор, пока сточа не развалилась. Вот мы видим, и первый гол был забит в забивании. И здесь мы видим, опять же, Хартиканин здорово борется на пятаке. Такие шайбы, когда, конечно же, просто обороны не помогают своему вратарю. Но в любом случае 11 шайб для вратарей – это перебор. Первый гол обороны оказалось просто не готово к такому напору Салават Клеваева. И видим, что ребята из Сочи просто не знают, что делать. И у них там полный пожар. Но финцы этой ситуацией пользуются. И забрасывают, идут вперед, обостряют, набирают очки и зарабатывают результативные баллы. Сергей, вот много было разговоров о том, что тренер, который возглавил Салават Юлаев, лучше всех вообще ставит оборону. А Салават Юлаев очень много пропускал с раундом чемпионата. Я давал в том году интервью перед сезоном, когда пришел Вестерленд. И я говорил, что главная его будет задача – это построить игру в обороне команды. Потому что на нападении есть ребята, которые играют, и которые там очень здорово выглядят, могут нарисовать такое, что лучше скрутится. А получается, что проблема, которая была у Салават Юлаев в последнее время, она и осталась, играл в обороне. И никак он ее не исправил. Но надо сказать, что когда он это пытался сделать, были высказаны хоккеистов, что нам это хоккей не нравится. Мы лучше в нападении забьем 5, пропустим 4 и так будем играть. Но если уже игроки этому возмущаются, если в открытой прессе об этом говорят, значит, что-то было действительно не так у Салават Юлаев. Ну и мы видим, если даже брать персонали игроков Салават Юлаев в обороне, кто там, допустим, игрок уровня того же Маркова, Охтама, Батыршина. Ну нет, таких игроков все любят играть в нападении. Поэтому очень трудно играть с полузащитниками. Это не в обиду, ребята. Нет, это ни в коем случае, что они защитники. Но очень любят играть вперед, очень любят подключаться. Но и очень часто забывают про свои обязанности. Поэтому Салават Юлаев такая веселая команда, которая не приносит пока результат. Александр, на твой взгляд, при такой мощной атаке, чего не хватило Салавату, чтобы еще дальше пройти в плей-офф? Ну, я бы сказал, что лидеры тоже подустали, слишком много сил отдали в первом раунде. Там все матчи все же сыграли. И команда где-то выдохлась. И вот в концовке лидерам не хватило дожать соперника в самый последний момент. То есть у Салавата, естественно, лидеры играют, ну, очень много. Лидеры играют много. Они играют всегда в большинстве, всегда на первых ролях. И всегда играют в такой энергозатратный хоккей. Постоянно играют давлением в чужой зоне, пытаются шайбу отобрать. Из своей зоны всегда идет быстрый переход из обороны в атаку. На все это тратится очень много энергии. Не всегда не хватает сил бежать обратно в защиту. Но и когда постоянно играешь в этих седьмых матчах, тоже тратятся силы, которых не хватит ничего. Ну, хоккейный клуб Сочи, да, Сергей, хочется, естественно, и об этой команде тоже поговорить. И в конце немножко удалось им исправить ситуацию. Но если в целом говорить о сезоне, команда Зубова симпатична? Симпатична, очень симпатична. И видна тренерская рука, то, что команду Зубов строит. И по играм, то есть, можно сказать, тоже достаточно веселая команда. Очень неплохо играет в атаке, надо сказать, во-первых. И раз мы здесь про вратарей больше, да, вратарская бригада здесь и поговорим про вратарей, то, что Шикин, наверное, в этом сезоне переиграл Барулина по играм, да, по статистическим данным. Но Барулин, конечно, это ключевое звено Сочи. И если Барулин в порядке, то у Сочи намного больше шансов одержать победу в каждом матче. Больше стали подключать Шикина, получил больше игрового времени, составил конкуренцию Барулина. И Барулин после этого добавил. И была такая хорошая вратарская бригада. Я разговаривал с ребятами с хоккейного клуба Сочи, и они просто были в восторге от того, как у них действовали вратари практически по ходу всего Чезона. Только не в этом матче, который мы смотрим. Ну, в этом матче тоже небольших претензий-то нет. Согласен, согласен. Мы смотрим, сколько заброшенных шайбов в салават и вилаем. Ну, одна, может быть, залетела такая, не самая приятная вратаря. А вот все остальное, то есть мы видим, все-все на разрыв, либо сдобивание. Поэтому и в этом матче надо претензии предъявлять больше нападающим и защитникам, нежели вратарям, которых, ну, как я вот сказал, просто разрывали. Ну, и получается, очень часто такие поражения, которые потерпел хоккейный клуб Сочи, они закаляют, потому что следующая игра, да, и крупно повержен чемпион Казанский Акбарс. Ну, совершенно верно. Там были собрания и с тренерским штабом, и ребята с друг другом тоже поговорили, я думаю. И уже вышли максимально сконцентрированы на следующий матч. Ну, и давление со стороны болельщиков и спонсоров, это все ощущалось. Уфимцы, кстати, тоже следующий матч выиграли крупно, со счетом 6-0. В общем-то, вот эта игра раскрепостила. Также уфимские слова от Юлаев, почувствовали уверенность в нападении, и вот в своем стиле, всеми силами пошли вперед. И переходим к следующей игре и говорим о противостоянии московского Спартака и Владивостокского Адмирала. 12 шайб в основное время увидели зрители, и еще один триллер получается. Ну, этот классный матч получился, потому что вообще было непонятно, что происходит. То одна команда выходит вперед, другая сравнивает, догоняет. Вот так довольно легко Адмирал в начале матча вышел вперед, сделал это Виктор Александров, который провел очень сильный матч против Спартака. И спартаковцы играли дома, смогли отмобилизоваться. И несколько раз по ходу матча возвращались в игру, сравнивая счет. Сергей, ну вот вообще в целом, чем можно объяснить, вот именно вот дома Спартак очень здорово действовал в сезоне. Неужели вот этот дворец комфортабельный, болельщики, это сильно сказывается? Я могу сказать абсолютно точно, что болельщики, особенно в Московском Спартаке, действительно сказываются на игру команды. И вот я когда ехал как раз на передачу, об этом думал, что самое лучшее время было в Спартаке, когда мы играли в Сокольниках, был другой стадион. Но когда ты выходишь на лед в майке Спартака, и вот эта вот болельщическая торсида болеет за тебя, это действительно, оно добавляет тебе, во-первых, уверенности, добавляет сил. Это действительно потрясающе. Поэтому и в этом, и в том году на Спартак ходят практически полные трибуны. А это не может не радовать ни руководства, и просто хоккеисты дома не могут себе позволить сыграть полурки. Да, матчи проигрываются, но Спартак дома играет здорово. Александр, насколько велик вклад вратарей в такой успешный сезон для Спартака? Ну, Никита Беспалов в этом году, я считаю, ступил на новый уровень, он во многом добавил, он ждал вот этого шанса. Сумел он переиграть с Венсона, хотя и с Венсом очень приличный вратарь, лично мне и Сергею Борисову по технике он нравится, как играет и какие решения он принимает, когда находится на льду. Ну, что-то у Спартаке у него получилось все не так ярко, как у Беспалова. А Беспалов большой молодец, и он был настоящий первый номер у красно-белых в этом сезоне. Ну, давайте скажем, что, во-первых, у Беспалова все-таки провел первый сезон на таком уровне, как основной вратарь. Поэтому надо пожелать Никите продолжить играть, и играть так же здорово. Что касается, конечно, техники, но Свинца на голову сильнее в этом отношении Беспалова. А вообще, получается, шведы это доказал и галкипер ЦСКА? Ну, я не знаю, что доказал галкипер ЦСКА. Сорокин там все равно намного лучше и по технике, наверное, и по всему остальному. А вот именно этот пример брать, то, что Свинца действительно техничнее, он и играет здорово. Просто, ну, где-то у него, во-первых, не пошло. Где-то Беспалов своей игрой заставил тренера задуматься, что лучше его ставить. И надо сказать, что Беспалу в этом сезоне, помимо всего, просто, ну, очень много везло. Вот эта игра в шпагатах, она не приносит хорошего результата вратарю. Потому что постоянно перемещение, движение в шпагатах, а это, получается, ты только низ перекрываешь. Но ему везло, что я попадал очень часто именно в него. Я, конечно, понимаю, что неважно, как ты там играешь, ты, главное, должен ловить. Я, конечно, хоть спиной вперед играю. И у Беспалова это удавалось. У Беспалов действительно номер один в этом сезоне. Но Свенсен, я думаю, что не хуже. И если его вратарскую бригаду оставить на следующий год, то я думаю, что Свенсен за роль самого вратаря точно поборется. Я думаю, даже с плюсом для самого себя. Ну и не можем, естественно, не затронуть Владивостокский Адмирал. Много проблем свалилось на команду в этом сезоне. И, в общем-то, не самый, мягко говоря, удачный он получился. Ну да, и с самого начала вот так вот не заладилось. Не хватало команды стабильности. Команда не так здорово играла на выезде. Ну, хотя вот в этом матче получалось. И сумели забросить шею в ворота Спартака. Молчали лидеры не так ярко. Большего ожидали от таких игроков, как Саболич, Блум. Но вот такой игры, которую они показывали в прошлом сезоне, не было видно так часто в этом сезоне. Вот тогда получается, если большие проблемы у полевых игроков, вратари могли бы подтащить. Вратари могли бы подтащить, но не подтащили. Я думаю, все-таки здесь, помимо всего, помимо, как сказал Александр, лидеры не сыграли. Хотя на лидеров всегда много что строится. И результат команды, конечно, от лидеров зависит. И если у Адмирала они не сыграли, то это уже большой минус команде. Ну и плюс, конечно же, и Налимов, и Бабков. Это вратари, о которых мы говорили в том году, что это классные вратари. Плюс Налимов в Чикаго ездил, а просто так ты в национальную лигу не поедешь. Но в этом сезоне вот и у них не получилось, как я и говорю, то есть с самого начала сезона что-то было непонятно в клубе и уход Андреевского. И плюс последующая смена руководства. И вот та проблема, которую я в самом начале сказал, то, что заставляли игроков приходить и отравить. Не тренироваться, как они не могли, потому что они были трамирно, а находиться на стадионе якобы рабочий день с 9 до 6 вечера. Но все это как раз идет. Я думаю, все с начала сезона, все в этом сезоне в «Адмирале» было неправильно. И поэтому нет такого результата. Я бы сказал, даже не профессионально. Не профессионально. Потому что ребята занимаются профессиональным хоккеем, ты должен заниматься хоккеем. Если у тебя другая профессия, сидишь в офисе, тогда ты и сидишь в офисе. И вот с самого начала все пошло не так. И «Адмиралу» так и не удалось вылезти из этой ямы неудачи. И не удалось вылезти, а в конце еще все дальше и дальше в эту яму залезали. И поэтому, что будет на следующий год с «Адмиралом». Но посмотрим. Вообще, знаю, в Владивостоке у меня живут друзья, и они очень любят эту команду, постоянно ходят на нее. И, конечно же, они там пока что не понимают, что же будет все-таки с командой. Поэтому пожелаем «Адмиралу» вернуться в КХЛ, вернуться, я имею в виду, в игровом плане, чтобы опять и руководство, и игроки сопутствовали тому результат, который команда хочет видеть. Ну и вот мы видим это сумасшедшее спасение за одну секунду до конца у московского «Спартака». О лидерах хотелось бы буквально пару слов. И, конечно, тут, наверное, прежде всего сразу вспоминается Хохлачев. Хохлачев, вот именно после вот этого матча он завел себя, завел команду, и команда заиграла совершенно по-другому. И со «Спартаком» мы стали считаться. И, я бы сказал, даже где-то бояться стали москвичей. И с опаской против них играть, потому что Хохлачев великолепный. Он там, по-моему, три или четыре голевые передачи в этом матче здорово, все зрящее выводит своих партнеров на классные позиции, с которых нужно забывать. Да, вот мы видим в итоге, какая сумасшедшая выливая победа московского «Спартака», конечно, уступать за 8 минут до конца 4-6. И победить это дорогого стоит. Ну и, дорогие друзья, переходим мы к следующей игре. Китайский Кунь-Лунь принимал Новосибирскую Сибирь. Вот тут, наверное, Александр, 7 шайб от Кунь-Лунина не ждали болельщики. Ну не ждали, и тем более Новосибирске в этот момент были на подъеме. Выиграли игру и в Хабаровске, и в Владивостоке, приехали в Китай. Но здесь здорово сыграли хозяева. У хозяев были большие проблемы. Команда очень мало забивала, но и при этом пропускала довольно достаточно. И вообще игра не клеилась у команды. И тут и Кинон ушел, но практически ничего не изменилось. В нападении все зависело о том, как сыграет Бруле. Если Бруле набирает очки, значит команда что-то забивает. Если нет, то нет. Кунь-Лунь – Бруле зависимая команда? Ну, а я считаю, что он был лучший нападающий в этой команде. Тут не подпорежь с тобой. И самый стабильный, я бы так сказал. Сергей, ну вот после прихода Юрзинова, все-таки, действительно, игра кардинально изменилась у команды. И результаты, но все-таки в плей-офф не попали. Чего не хватило? Ну, первое, наверное, не хватило времени, потому что Юрзинов, как только появился в команде, и Сибирь заиграла в другой совершенно хоккей, и команда была веселая, и умела играть на результат. Так что самая большая проблема – это, конечно же, времени. Но с самого начала сезона нужно было брать очки. Мы говорили недавно про лидеров Адмирала, которые не сыграли. Также, наверное, стоит сказать, что лидеры Сибири в начале сезона молчали. Не стоит забывать то, что уход прошлогодних лидеров, это, конечно же, не могло не сказаться на результате команды, потому что их нужно было восполнять кем-то, заменять. Какие-то игроки должны были выйти на главные роли в этой команде. И так сразу все это не бывает, если у тебя нет возможности кого-то прикупить. У Сибири такой возможности не было, и поэтому начало сезона, конечно же, команда больше искала тех игроков, которые будут на себя брать роль лидеров и будут делать результат. Таких не нашлось. И, конечно же, Александр Салак – это тот вратарь, от которого в Новосибирске ждут многого. И не только в Новосибирске, но и мы, как любители хоккея, смотрим на его игру. И, конечно же, от него ждали больше по началу сезона, у него не пошло. Но здесь очень здорово себя проявил Алексей Красиков, который провел классный сезон. Он переиграл Салака? По игре, конечно, переиграл вообще без всяких вопросов. Плюс, надо сказать, что и Красиков на матч всех звезд ездил. В общем, сезон у него получился отличный. И вот я с ним недавно разговаривал, как раз говорит, что этот сезон для тебя сейчас ничего не должен значить. В плане того, что все самое главное впереди. Потому что какой-то результат можно достичь, а самое тяжелое – это будет его удержать. И вот на эту тему с Алексеем Красовым говорили. Вроде он все прекрасно понимает. Вот посмотрим, как будет складываться у него следующий сезон. Ему хотелось бы пожелать, конечно же, удачи. Вот что значит поработать в школе Сергея Борисова вратарей. И вот какие сезоны получаются. Александр, если мы говорим о вратарях Кунь-Луня, вроде бы бригада-то была неплохая. Ну, там здесь Хельберг. Он практически весь сезон играл один. Но он, по-моему, великолепный вратарь. Да, играет здорово. Он высокий, при этом хорошо использует свои габариты. Здорово читает игру. Имеет он перекрывать вот это пространство ворот. И постоянно этим пользуется. Физически силен, раз сумел провести такое количество матчей. Но я все равно считаю, что надо было его сменщика, скрынника, вот как раз на момент вот этого матча, немного почаще давать ему играть, для того, чтобы Хельберг тоже имел отдых и имел возможность иногда передохнуть. И тоже, я считаю, полезно со скамейки запасных взглянуть, как играют твои партнеры. Но я считаю то, что если бы Хельберг играл поменьше и давали больше возможностей скрыннику, то тогда Кунь-Луни, наверное, еще даже не тоже до Олимпиады, а до Нового года закончил сезон. Потому что как раз альтернативы Хельбергу просто не было в Кунь-Луне. Он был один и один в порядке, который действительно одно из цветов пятен этой команды по этому сезону. И поэтому ни Байершинов, ни скрынник, на мой взгляд, не могли составить ни конкуренцию. И вообще Кунь-Луне надо было где-то в какой-то момент подумать и поискать вратаря, который мог бы помогать основному вратарю какие-то матчи играть, брать нагрузку на себя. Но такого вратаря не нашли. Ну ты знаешь, они же этим занимались. На тот момент, когда все было готово... Я же говорю, не нашли. Уже все было ясно, что и смысл в приходе нового вратаря. Потому что команда явно уже не попадала никуда. Я могу сказать, что по ходу сезона я тоже так подумал. И команда никуда не попадает. Значит, вратарям уже второй не нужен. Вообще вот так вот вкратце. На ваш взгляд, есть вообще будущее такое достаточно светлое у китайской команды в континентальной хоккейной лиге? Надо сказать, что, во-первых, в Китае хоккей-то развивают. И развивают очень здорово. Поэтому будущее есть. Но опять, что это будет за команда? Вот по пересезону мой тренер Майк Кинан. И насколько я знаю, наверное, Александр меня сейчас поправит, ли подтвердит. Кинан пришел, какого-то руководителя убрал. Что-то ему не понравилось. Ну, очень странные моменты, когда вы приглашаете человека с именем. Майк Кинан – это все-таки личность. Но при этом жертвуете кем-то из персонала, который не первый год работал. И работал очень здорово. Поэтому вот проблема Кунь-Луни, я думаю, что еще с этим можно связывать. То, что в начале, в начале самого сезона, что-то у них было не в порядке. Ну, ты внутри вот именно руководящих должностей. Ну, Кинан пришел и в свои порядки сразу стал расставить своих людей. Игроков своих он стал, так скажем, перетаскивать. В том году была великолепная команда. Тренировал Владимир Юрзинов-младший. Отличный подбор игроков. Но, однако, от этого состава практически никого не осталось. Как из тренерского штаба, так и в самой команде. Ну, получается, селекция Кинана была не очень удачной. Ну, мы видим, да, к чему это привело. Это привело ни к чему. И теперь опять заново нужно все делать. Но пока очень много неизвестных. Начинается с того, вообще, где будет играть в команда. В Шанхай, в Пекине. Или существуют какие-то другие варианты. И, опять же, кто будет тренировать. И каких новых игроков собираются подписать. Ну, где она играть, наверное, будет не так важно. Главное, что она будет играть в Китае. Это, наверное, самое главное. А основное здесь, как ей будут руководить. Если позапрошлом году руководили здорово. Команда играла в плей-офф. И команда действительно выглядела здорово. То в начале сезона, как мы уже сказали, были перетрубации в коллективе. Кин назначал своих людей. И в итоге команда до Олимпиады решила доиграть последний матч. Закончить сезон. И вот во время Олимпиады ребята уже просто отдыхали в Аратских Эмиратах. Все в порядке не было. Ну что ж, пожелаем только Кунь-Лунио удачи в континентальной хоккейной лиге. И двигаемся дальше. И следующая игра у нас прошла в Череповце. Северсталь принимал Ярославский локомотив. Тоже 11 шайб. Настоящий праздник хоккея. Ну и мы знаем, да, какой бум вообще хоккейный был в этом сезоне в Череповце. Ну это все во многом благодаря, что команда играет здорово. И Александр Гулявцев в том сезоне начал строить команду. И в этом сезоне с самого начала, как играет Северсталь, мне эти ребята очень понравились. Команда играет очень сбалансированно. Когда надо, действует от обороны. Но есть яркие личности, такие как Дмитрий Казарлицкий, который всегда может идти в очень быструю стремительную контратаку. И порой эти контратаки решаются думать. Ну даже не то, что в контратаке уйти, а он может сам подхватить шайбу и создать для себя же момент и его реализовать. Это очень важно для игрока, особенно когда ты играешь в таких командах, не в фаворитах чемпионата, когда ты можешь подобрать шайбу, найти момент кого-то обыграть один в один, это очень важно, да, и забросить шайбу. Конечно, Горлицкий просто брал за этот сезон. Также, наверное, похвалим и удачика вратаря, который сыграл здорово. Единственное, если бы вот это вот шоу все-таки где-то были бы немного ограничены после матча, то впечатлений бы намного больше было от него хороших, нежели плохого. Здесь разные мнения по этому поводу существуют. Кому-то они нравятся, кому-то нет, но в любом случае, удачика сыграл классно. Друзья, вот давайте сейчас плавно перейдем к вратарям Ярославского Локомотива, потому что, наверное, для многих удивительно, да, когда Ярославль пропускает пять шайб. Да, это удивительно, и это случилось в этом матче. Надо сказать, что во многом благодаря, что Локомотив неудачно провел первый период, но такое не первый раз случается, именно когда команда играет против Череповчан. У Северстали просто какой-то настрой с самого начала матча побежать, и удается им смять оборону Локомотива, который выглядит очень-очень прилично. Надо сказать, что после этого матча Локомотив сыграл три игры подряд на ноль. Было три победы, то есть выводы Дмитрия Квартального были сделаны правильные. Ребята были настроены совершенно на другой хоккей, и я уверен, что эта игра не очень понравилась главному тренеру Локомотива, потому что он не выгодит, когда его ребята много пропускают. Сергей, ну вот все-таки тоже было очень много мнений, что вратарская бригада Локомотива не сыграла на пятерку точно. Ну, наверное, на все 100% он не сыграл, а в том году играли они лучше. Но здесь же опять надо отметить, что у Алексея Мурыгина и в этом сезоне были травмы. Вратарь отличный, но травмы его преследуют постоянно. Так мы когда играли в Хабаровске вместе, 2-3 травмы за сезон было, и, как мы видим, и в Локомотиве опять же. Если бы избежать травм, я думаю, что вратарская линия Локомотива сыграла бы намного лучше. Но все равно надо сказать, что и Судницын Александра сыграл-то здорово, и не просто так он в сборную вызывается, и там играет. Поэтому, подведя итог, так скажу. Если бы Мурыгин был всегда здоров, то я думаю, что Локомотив играл бы намного лучше. Мы сейчас говорили, что есть ряд команд, где есть ярко выраженный первый номер, а за спиной глобально никого. Мне кажется, что в Северстале в этом сезоне опять была похожая ситуация. Там больше, наверное, из года в год такая проблема. И очень удивительно. Сейчас есть Гудачик, дальше кто там получается? Могорилов, Артамкин. Артамкин, да. Но этот матч как раз-то он играл. Ну, все равно, это не те вратари, которые готовы подстраховать основного вратаря. Они могут выстрелить, они могут заиграть, действительно. Но для того, чтобы были предпосылки, они должны играть где-то. А получается, основной вратарь играет почти все матчи, другие вратари сидят. И в какой-то момент, когда уже в большом счете провал в игре происходит, проигрывают команды, четыре шайбы их выпускают, пожалуйста, играйте. А здесь большого не приобретешь, когда тебе просто приходится доигрывать матч. И вот очень удивительно, что «Северсталь» не так глобально рассматривает роль второго вратаря. Ну, с другой стороны, видимо, Гудачик играл так здорово, что другим ребятам не давали шанс. Ну, а если Гудачик травму получит, мизинец выбьет. Ну, для этого ребят отправляли в молодежную хоккейную лигу, кому возраст... Ну, это молодежная хоккейная лига, и молодежная хоккейная лига, это взрослая, конечно. Ну, Сергей, мы знаем, что место ворот ходло, и сразу двое в него не могут. Сразу не влежут. С другой стороны, друзья. Сразу не влежут, но кто-то же должен подстраховать. Есть примеры, да, есть примеры этого сезона, когда все-таки вот фактически, да, на одном вратаре, и ты завоевываешь кубок Гагарина. Есть примеры и национальной хоккейной лиги, есть примеры, когда вратарь там по 70-ти матчей играет. Но это те примеры, это не показатель, наверное, не так должно быть. Если у тебя есть возможность, я уверен, в «Северстале» есть возможность укрепить свою вратарскую позицию, то я думаю, что это нужно делать. Был бы я тренер, у меня 100% было бы два, более-менее раноценных вратарях. Я, конечно, был бы основной, и был бы вратарь, который в любой момент мог бы поддержать основного вратаря. Я думаю, три бы. Даже еще бы был бы более оптимальный. То есть я сам бы еще переодевался. Немножко хочется сказать в этом сезоне о болельщиках и вообще о той работе, которая велась в Череповецкой «Северстале». Насколько вы считаете, это повлияло на то, что, потому что пошли разговоры, да, что «Северсталь» попадает вот в этот список, да, расширенный команд, которые могли бы покинуть континентальную хоккейную лигу. Мне кажется, что вот это сработало на все столы. Сработало, и надо сказать то, что, во-первых, там Анастасия Юшкевич занимается пиаром «Северсталь», и просто здорово, здорово она работает. И я играл в «Северстале», и могу сказать то, что я удивлялся, когда нет болельщиков на трибуне. То есть в Череповце, по большому счету, сходить некуда, кроме как на хоккей, когда играет команда, куда там еще идти. А рядовой болельщик не ходит. И то, что правильно, почему не ходил, не работали с ними. А сейчас, посмотри, какая продукция, допустим, та же майки яркие, бейсболки. Журнал выпускает. Журнал выпускает. Постоянно в соцсетях про «Северсталь» пишут. Это большая работа проделана, чтобы болельщик вернулся на трибуны и посмотреть, какая картинка теперь у нас из Череповца. Гораздо лучше, чем было раньше. Гораздо лучше, конечно же. Конечно, я думаю, и вот этот список, который был предоставлен, «Северсталь» очень сильно так подожгло в хорошем плане, что в конце сезона было приятно посмотреть, как играет «Северсталь», картинку из Череповца, полный трибун, ну и результат. Ну и все вместе это сработало. И действительно было приятно, я бы сказал, даже в течение всего сезона наблюдать за игрой команды. Ну и неудивительно, что «Северсталь» попала в плей-офф при такой игре. И вот в этом плей-офф выдала самый результативный матч. И мы переходим к игре с «Северсталь». Так что большое количество заброшенных шайб и в плей-офф оно тоже не удивляет. Хотя накал-то совсем другой, говорят. Ну, здесь все зависит от того, как пойдет игра. А игра пошла для «Северсталя». Видимо, опять, благодаря усилиям Кагарлицкого, Череповча не открыли в счет. И здесь армейцы из Санкт-Петербурга задумались, что нужно играть в 100% с самого начала. Иначе «Северсталь» будет очень-очень трудно. Разозлили спящего зверя, получается? Ну, разозлили. Надо еще сказать, что для «Северсталя» матчи в Санкт-Петербурге, или вообще Санкт-Петербург со «СКА» и они принципиальные. Не так далеко из Череповца добираться до Санкт-Петербурга. И очень много болельщиков выезжает. И, как я уже сказал, принципиальный матч все-таки. И «Северсталь» настраивать не надо было. А вот «СКА» все-таки команда с последнего места практически вышла в плей-офф. Прекрасно понимали все игроки, что они обязаны проходить. И, может, где-то были оказались не готовы к этой игре. И поэтому было достаточно много заброшенных шайб. А вообще к серии, Александр, на то взгляд, «Северсталь» оказалась готова в целом. Потому что 0-4, но по игре-то мы видели некоторые матчи были очень упорные. Да, там, естественно, во многих матчах разница всего лишь в одну шайбу. И было непонятно. И вертаймы там были, и были какие-то судейские. Очень спорные моменты, на самом деле, которые могли сделать не 4 игры, а там счет серии мог быть 4-2 совершенно спокойно. И действительно, вот я смотрел некоторые матчи из этой серии и поражался этим положением вне игры, которые там зафиксируют, не фиксируют. Но, честно говоря, «Северсталь» жалко. Потому что команда и сезон провела здорово, и плыв-офф давала бой одному из главных фаворитов Кубка Гагарина. Но вот какие-то непонятные решения не в их пользу обернулось то, что команда проиграла серию 0-4. Но все равно, если битинно говоря, все равно скаблый. Безусловно, безусловно. А никто не говорит. По игре в этом матче здорово сыграл Датсук, сыграл здорово Гусев. Но вот мы видим, как череповщане здорово смогли сначала сократить разрыв в счете, а затем счеты сравнять. И несмотря на то, что проигрывали 1-3, и, казалось бы, все, победа у СКА в кармане. Вот какую бы тройку самых ярких игроков в составах команд ты бы выделил, Александр? Ну, если брать состав СКА, тут очень сложно. Здесь очень много ребят. Все звезды. Да, тут практически все звезды. Ну, наверное, все же Никита Гусев. Это вот та последняя надежда, если у всех что-то не получается. Так не звезды, а там суперзвезды, которые выиграли Олимпийские игры. Поэтому даже просто звезды можно и нельзя называть. Это лучшие хоккеисты мира на данный момент. Ну, в Европе, по крайней мере, я бы так сказал, лучшие хоккеисты Европы. Почему в Европе, Саша? Они выиграли Олимпиаду. Ну, НХЛ все же не участвовал в Олимпиаде. И поэтому мы не можем сказать, что там на 100% были самые лучшие хоккеисты мира. Но то, что самые лучшие хоккеисты из Европы, это точно. А то, что Илья Ковальчук, вот на ваш взгляд, то, что он так рвал этот сезон, да, это говорило в нем то, что он хочет опять себя так ярко проявить, чтобы в НХЛ участвовать в следующий сезон? Ну, наверное, он не то, что хотел, не хотел рвать, а просто сезон был для него важнейший. Во-первых, Олимпийские игры, плюс он лидер с КАП. И я думаю, что этот сезон ему удался. И в ближайшее время он должен, по крайней мере, уехать в НХЛ и спрос на него там есть. Вячеслав Воинов, можем назвать моего лидером обороны СКА? Да, он, безусловно, воин. Во-первых, он воин. Во-вторых, он действительно лидер. И прошлый сезон у него там были травмы. И тоже пропускал он там из-за всех этих событий, которые у него были в Лос-Анджелесе. Нужно было время для него, чтобы набрать форму. И сейчас ту форму набрал. И видим, как он здорово выглядит сейчас и в форме СКА, и в национальной сборной. И, не знаю, может быть, получит он еще один шанс поиграть уже в национальных кем-лигах. Сергей, Павел Дацук подписал контракт еще на один год со СКА. Если честно, для тебя это ожидаемо или неожиданность большая? Что еще сезон Павел Лидер? Я не могу сказать, что я ожидал или не ожидал, подпишет ли Дацук со СКА или нет. Павел Лидер просто совершенно со стороны спокойно наблюдал за этой ситуацией. Но то, что он подписал, действительно здорово. Хотя, я думал, если он проведет еще один год профессиональный хоккей, он поедет в Екатеринбург. Ну, это последний сезон. Да, и там сыграет здорово. Но самое, наверное, важное для Павла, чтобы все-таки здоровье не подводило. Все-таки ему очень много травм и травм серьезных. Но вот хотелось бы пожелать ему здоровья. Мастерство и все остальное у него, конечно же, есть. Ну и Северсталь все-таки заслуживает, действительно, мы еще раз говорим, таких ярких слов. И помимо Кагарлицкого, кого бы Александр выделил? Ну, мы уже говорили про Гудочка, который провел очень такой сильный, стабильный сезон. Он был явным первым номером. И он был как раз оплотом команды. Ну, я бы все-таки же Александра Гулявсова. Он тренер, он именно, я бы сказал, даже сколотил эту команду. Причем там не всех материалов хватало. И удалось некоторые дыры, вот получилось их заполнить, вот те вакансии, которые были. Но он угадал с теми ребятами, которых он пригласил на проблемные вакансии. То есть после этого сезона мы можем говорить еще об одном, ну, достаточно молодом и суперперспективном тренере? Я думаю, да. Это вот он сейчас доказал, что он может работать в континентальной хоккейной лиге. Возможно, как и с топ-командой. И посмотрим, как будет дальше развиваться Северсталь. Ну и вот, друзья, к вам вопрос. Мы сегодня говорим о самых результативных матчах. Вообще, кто больше виноват? Вот эти вот большое количество заброшенных шайб. Это плохая игра галкиперов? Или все-таки больше вы склонитесь, что великолепная атака? Ну, если посмотреть все матчи, которые мы сейчас смотрим, ну, вратарских ляпов практически нет в этих пропущенных шайбах. Да, есть где не выручил. Поэтому здесь, наверное, больше стоит говорить о атакующих потенциальных команд, которые забрасывали достаточно много. О не самой лучшей игры в обороне. Потому что все-таки бывает в сезоне, можно играть 1-1, там, 10 игр, и в какой-то игре тебя прорвет и 5-6 забьешь. Это вот как раз, наверное, стоит об этом сказать, то, что во время сезона у каждой команды, наверное, есть те матчи, где у них все здорово получается в атаке. Александр, ну вот закончил уже игровую карьеру, да, несколько лет. Сейчас смотришь на все со стороны, больше анализируешь. Можешь, естественно, сравнить себя, когда был на льду. Сейчас действительно хоккей быстро прогрессирует? Можно говорить о том, что вратарям, например, стало играть сложнее, чем раньше? Или хоккей, он как есть, так и остается сложным всегда? Ну, когда играешь в воротах, это всегда сложно. Было сложно до меня, и когда я играл, и сейчас, я думаю... Ну, может быть, скорость сейчас увеличилась, силы броска, я не знаю. Но, с другой стороны, вратарская экипировка, она... Я же все время меньше и меньше делаю. Меньше и меньше, но материалы все легче и легче. Легче, может быть, но меньше. Какие фантастические... А ключики какие у игроков? У вратарей тоже... Вратарскую обрезали? Как могли, игрок уже может здесь находиться и трассу заниматься? Да, 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 что игроки гонково-рушения... Щипки делают меньше, шорты меньше, как вратарю легче. Легче уставить как-нибудь? То есть сложнее сейчас стало? Конечно, сложнее. Конечно, сложнее. И, посмотри, там, игроки заказывают клюшки. Просто на самом деле на них посмотришь, и они легенькие, удобные. Сергей, я тебе принесу ловушку, которую ты начинал. Я видел, какой ты начинал. 10 лет назад, как он... В общем, получается, Сергею Борисову было сложнее в этом сезоне, чем раньше Александру Фомичеву. Ну, наверное, так. Вообще, и сложно и сейчас, и раньше было всегда сложно, правильно, Александр сказал, что играть в воротах вообще сложно. Мастерство нападающих растет, естественно. Значит, наверное, сложнее. Ну, и вратарское мастерство тоже растет. Мастерство, здесь мы по-другому говорим, просто в хоккей немного изменилось. Он стал динамичнее, быстрее, и, как мы сказали, поправки в правилах. Вот, и вратарские урезали небольшие стали, и форму вратарскую обрезали. Главное, пока ворота шире не делают, и на том спасибо. Ну, надо сказать, что и какое количество вратарских тренеров появилось. Есть школы специальные, и у каждого вратаря, ну, как в КХЛ, так и вообще в детско-хокейной школе, есть свой индивидуальный тренер, который с ним работает. И подсказывает, и выжимает максимум из этого парня. А какие-то тонкости и нюансы появились вообще за последние, допустим, взять 3-4 года, какие-то супер тонкости, новые нюансы появились, чего не было вообще раньше? Вот что бы вы могли бы отметить или нет? Я бы это отметил, наверное, но отмечу немного попозже, пока не знаю, буду я играть на следующий сезон профессиональный в хоккее. Если и не буду, то я обязательно в каком-нибудь эфире тебе об этом расскажу, а сейчас не буду. Хорошо. Ну, если будет играть, то он отметит на льду, это покажет, и вот эти тонкости, которые есть, и мы должны будем понять, в чем они заключаются. Ну что ж, дорогие друзья, это была программа «Великолепная восьмерка». Мы говорили о самых результативных матчах 10-го юбилейного сезона континентальной хоккейной лиги. И меня зовут Олег Масалев. Я был в замечательной вратарской компании эксперты нашего канала Сергей Борисов, Александр Фомичев. Большое вам спасибо, друзья, что пришли к нам. Всего вам доброго, до новых встреч и любить хоккей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова